Всем привет! Я думаю многие из вас пробовали березовый или кленовый сок, ведь они невероятно полезны для организма, их не так трудно добыть, а еще они вкусные, особенно кленовый. Сегодня мы попробуем добыть настоящий сок из дерева, а главное сделать это правильно, чтобы деревце не пострадало. А в следующем видео мы покажем, как из этого сока сделать кленовый или даже березовый сироп самим, поэтому внимательно следите за выходом новых роликов. Для сбора сока нам понадобится 5 литровая бутылка, снимаем с нее крышку и аккуратно просверливаем отверстие небольшого диаметра. Далее нам понадобится вот такая медицинская капельница. Разворачиваем ее и снимаем иглу, она нам не понадобится. Теперь этой же стороной вставляем трубочку в крышку. И готово! Система для сбора сока почти полностью собрана. Теперь нам нужно выбрать подходящее дерево. Оно должно быть не очень толстым, но и не очень тонким, при этом дерево нужно выбрать здоровое и крепкое. Нам приглянулась эта березка. На высоте вытянутой вниз руки сверлим в ней отверстие такого же диаметра, как и трубочка. Теперь вставляем в него верхний конец нашей системы и все готово, можно собирать сок. Он сразу же побежал, а мы тут же пошли устанавливать такую же систему уже на другую березу. Повторяем точно такую же процедуру. Здесь он потек еще быстрее, но по опыту мы знаем, что с каждым днем сок будет капать все интенсивнее. На многих деревьях в лесу мы заметили вот такие повреждения. Напишите в комментариях, как вы думаете, откуда они взялись. Лично я в первый раз обратил внимание на такое. Вставляем конец трубочки в бутылку и ждем, пока она наполнится. На первый взгляд сок капает очень медленно, но примерно каждые 5 часов объем жидкости увеличивается на целый литр. При неизменной температуре это приводило к возрастанию давления внутри канистры. И если закрыть крышку очень плотно, произойдет примерно следующее. Повезло, что трубочку я вставил крепко и она не вылетела от давления. Так бы мы потеряли за ночь целых 2 литра сока. Помимо прочего, высокое давление в канистре еще и замедляет протекание сока, поскольку процесс его вытекания и зависит от разницы давлений. Я думаю, польза этого напитка слишком очевидна, чтобы отливать ее в какой-то ажурный афоризм. Однако стоит отметить, что собирать его можно только в экологических местах. В городе этого делать точно не стоит. Вместе с тающим снегом дерево впитывает все, что в нем содержится. И мне кажется, мало кому захочется испробовать вкус всей таблицы Менделеева. Вот уже меньше чем за сутки набралась почти целая канистра березового сока. Мы перелили его в банку и отправились за кленовым. У нас в лесах кленов невероятно мало, и лично я знаю только один, с которого каждый год и собираю сок. У клена сокодвижение начинается раньше, чем у березы, и как у любого другого дерева, продолжается до набухания почек. Конкретно с этого клена сок выходит немного медленнее, чем с березы. Если вы пробовали его, то знаете, насколько он вкусный и сладкий. Содержание сахаров в нем в 4 раза больше, чем в березовом соке, около 2-3%. Именно поэтому в следующем видео мы сделаем кленовый и березовый сироп из сока, что нам удастся добыть. Поэтому если вам понравилось видео, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропускать новые ролики. Благодарю за просмотр. Благодарю за просмотр.